Смотрите, пишут информационный вакуум, затишье. Я почему перестал выпускать ролики? Тем обращаюсь, кто спрашивает меня, куда я делся. Все нормально, ничего не случилось. Просто я эти ролики начал записывать для того, чтобы утешать своих родственников, приободрить их, объяснить, что ничего страшного. Как-то на публику это выкладывать, потому что, ну а почему нет? Если я как-то пытаюсь свою 70-летнюю мамку успокоить, придать ей бодрости, то почему мне всем остальным украинцам? Сейчас попросту нечем заниматься, понимаете? Потому как уже и дали нам этот пакет помощи оружейной, постоянно его чем-то добавляют в него что-то. И другие страны дают нам помощь и пакеты. Франция она въявила, что будет давать нам миражи. Понятно, что обещанного три года ждут, да. Сейчас июнь месяц, мы никак не дождемся F-16, которая... Ближайшие какие-то значимые события в появлении на фронте F-16. Вот это будет значимое, там будет о чем поговорить, что обсудить хотя бы даже, да? А утешать, ну сейчас нет смысла, потому что, ну ребята, вы видите, Америка разрешила нам убить по территории Российской Федерации. В Харькове, ребята, говорят, 4 дня уже тишина. Уже разнесли мы там С-400, ну то есть вооруженные силы, там на Харьковском направлении. Я переживал по поводу того, что пойдет Путин в Китай, там что-то по поводу оружия договорится. Сейчас я смотрю, что Алибаба, Алиэкспресс там прикрывают потихонечку. Никаких платежей взаимных не проходит. Ну, не о чем говорить, понимаете? Не от чего вас, как это я говорю, ну то есть... И тоже я все время боялся, что люди пессимисты, там что-то плохое видят. А сейчас нет ничего плохого, нет от чего вас спасать в информационном плане, потому что новости от них хорошие. Ну реально. То есть завтра месяц, как идет страшнейшее наступление на Харьков, там уже положили столько орков. А я же говорю, я же написал когда-то, 12 апреля этого года написал, что даже если они туда рыпнутся, то это закончится только просто потерей личного состава на раз, я нысью. То есть можно же проверить, правда. Максим Костенко на ютубе. Пантон-герой видео называется, по-моему, да. Так что, ребятки, ну я не знаю. То есть по какому поводу высказаться? По какому? Вот сейчас, ну, вот единственное, что плохо, да, и в 16-м сказали, что они в мае уже не придут, уже июнь, да, а там где-то в сентябре. Ну, датчане там дают нам пару самолетов, вроде первые экипажи придут от них. Так, посмотрим. Я не вижу, Российская Федерация явно теряет силы. Одно опасение было, что и Китай будет помогать, но Китай явно за это дело не берется. Ну, я понимаю почему, потому что 4% оборотов у Китая, относительно внешнего оборота Китая с другими странами. Ну, рисковать западными рынками, тем более Китай сейчас там, ну, спад идет такой довольно конкретный. Ну, это стрёмно. Если эта махина завалится, ну, то есть мало никому не покажется, китайцам в первую очередь, обврать ускорить этот процесс сваливания Китая обратно к термосам и махровым полотенцам, тем, чтобы заходить в какую-то сцепку с Российской Федерацией по поводу чего? По поводу ГАЗ и так отдают им Россия, это чуть не бесплатно, убытки Газпрома, миллиарды там, нефть. Ну, в общем, не вижу никаких поводов. И ни оружие, видное Китай не дает России, ни финансов, ничего. Так что, ну, ждем F-16, ждем до осени, я думаю уже, я уже давно это говорил, до осени будут серьезные перемены на линии фронта, так что... На первой мае это все будет Украина. Это затишье, оно такое, когда выносят в день по одному С-400, это нифига не затишье. Это размягчение линии обороны противника. Да, Су-57 сегодня хренанули, блин. Так что, ну, все нормально. Я не вижу поводов выходить даже в эфиры, потому что, ну, то есть, это видео выкладывать, потому что, ну, не о чем говорить. То есть, я же обычно как, там какие-то панические слухи, панические настроения, панические... Я пытаюсь что-то показать о том, что, блин, все это фигня, ничего такого не будет. А сейчас, ну, правда, нечего, не где успокоить. Одни хорошие положительные новости. Ну, кроме того, что и в 16 задерживаются, это, конечно, достало. Кабы, конечно, достали. Ну, ладно, все. Я думаю, будет что-то повод для видеозаписи, буду записывать. А так, ну, зачем? Воздух сотрясать. Все было Украина.